Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря много релизов, касающихся разных регионов, поэтому скучать точно не придется. Чего стоит только один отчет PCI, индекс расходов на личное потребление в США, индикатор, который используется Федрезервом для расчета инфляции. И если вы хотите получить своего рода репетицию перед выходом следующего релиза по инфляции, фактическому инфляционному давлению уже за февраль, то индекс PCI сегодня нам поможет это сделать. Я, как вы знаете, сохраняю оптимизм в отношении роста курса американского доллара, потому что уверен, что доллар будет чувствовать себя гораздо бодрее при поддержке Федрезерва, когда тот постоянно откладывает сроки первого снижения ключевой процентной ставки. Давайте вернемся к экономическому календарю. В 7.00 по GMT ждем данные по роничным продажам Германии. В 13.00 по GMT данные по инфляции в Германии. Это тоже отчет, который предшествует выхода фактического показателя по инфляции в еврозоне в целом. Он будет опубликован уже завтра. В 13.30 по GMT данные по ВВП Канады за 4 квартал. И в это же самое время будет опубликована традиционная для четверга статистика первичные заявки на пособие по безработице. И, как я уже отметил, индекс расходов на личное потребление тоже будет опубликован в 13.30 по GMT. Под закрытие текущей торговой сессии нас ждет выступление голосующего члена, американского регулятора, человека, который в том числе среди прочих ответственен за те решения, которые принимаются касательно курса монетарной политики. Речь идет о выступлении Лоретты Мейстер. Еще раз 18.15 по GMT. Ну а теперь поподробнее. Индекс доллара 103.80. Снова мы откатили ниже 104 пунктов и качели продолжаются. Рынку нужны дополнительные драйверы. Катализаторы, может быть, тем, кто так же, как и я, верит в рост курса американского доллара, хотелось бы сейчас получить еще больше сигналов, свидетельствующих о постепенном разгоне инфляции или, можно чуть-чуть перефразировать, о сохранении предпосылок для вероятного роста инфляционного давления и сохранения высоких инфляционных рисков. Данные по ОВП, которые были опубликованы накануне, 3,2% роста в годовом выражении против прогноза и прошлого значения 3,3%, то есть чуть-чуть ниже. Но является ли это незначительное снижение причиной, по которой мы сейчас бы усомнились в том, что на американском рынке есть условия для разгона инфляции? Нет. 3,2% это тоже выдающийся результат, который является следствием крепкого рынка труда, высокой потребительской активности и внутреннего спроса. Поэтому все эти факторы будут дальше толкать инфляцию вверх, либо способствовать тому, чтобы она застопорилась, как это уже произошло в США, на текущих значениях. Тем более, что во время протоколов последнего заседания американского регулятора чиновники Федрезерва явно отметили, что у них нет уверенности в том, что инфляция в США будет снижаться прошлыми темпами до тех пор, пока не достигнет целевого ориентира в 2%. То есть они сомневаются в том, что, может быть, без каких-то дополнительных усилий удастся обеспечить продолжение вот этого нисходящего тренда и возвращение индекса потребительских цен к целевому значению. Нужно ли что-то делать дополнительно? Наверное, нет. Дополнительно точно ничего. Но нужно сохранить ставку на текущем уровне, потому что это, наверное, единственный такой глобальный макроэкономический стопор, который будет сдерживать усиление инфляционного давления в будущем и все-таки оказывать такой давляющий эффект на этот показатель, создавая условия для дальнейшего снижения. Ждем индекс ПСЕ. Сегодня в годном выражении ожидается снижение с 2,9% до 2,8%, но в месячном может быть зафиксирован рост на 0,4%. Мы помним, что ранее преподнесли сюрприз данные по инфляции. В месячном выражении тоже был зафиксирован рост, и это вдохновило, опять же, покупателей на покупки доллара. Сегодня могут быть такие же свидетельства, поэтому есть высокая вероятность того, что доллар продолжит восходящее движение. Первичные заявки на пособие по безработице. В прошлый раз мы помним, общее количество обращений за неделю составило 201 тысячу. Это один из лучших показателей за последние полгода. Я думаю, что сегодня, это статистика за прошлую неделю, мы увидим примерно похожее значение в диапазоне от 200 до 210 тысяч, что также будет дополнительным индикатором прогресса на американском рынке труда. Золото 2035 долларов за тройскую унцию. По-прежнему я сопоставляю свои ожидания по золоту с тем, что происходит на рынке казначейских облигаций. Надеюсь, вы помните мой аргумент, что до тех пор, пока трежерис держится выше 4%, не нужно делать большую ставку агрессивную на рост золота. На мой взгляд, это сейчас маловероятно. Я сторонник того, что золото перейдет к снижению. Сегодня будем разбирать, опять же, данные по ПСИ. Посмотрим за реакцией рынка. Если что-то изменится, обязательно вам об этом расскажу. Но максимум, что я готов сделать в отношении золота, это тоже выйти из коротких позиций, но ни в коем случае не покупать этот металл на данном этапе. Евро против доллара 1.08.36. Ждем сегодня слабые данные по уроничным продажам Германии. Снижение в годовом выражения ожидается на 1,5%. Это понятно, что потребители остаются под давлением высоких цен, роста инфляции и жесткой монетарной политики. И вот к жесткой монетарной политике это тоже как бы такой мостик для того, чтобы вы пришли к выводу, что Европейскому центральному банку нужно реагировать на эти ухудшающиеся экономические условия и начать уже корректировать монетарную политику. Следом за уроничными продажами сегодня выйдут данные по инфляции. Ожидается снижение индекса потребительских цен с 2,9% до 2,6%. И завтра аналогичный прогресс. Скорее всего, мы увидим и в общем показатель инфляции в еврозоне. И надеюсь, что это вернет на рынок сторонников скорого снижения процентной ставки в еврозоне. И, соответственно, должно усилить давление на евро. Доллар канадец. Здесь в соответствии с нашим прогнозом рост продолжается 1,3570 текущей котировки. Максимум был уже 1,3605. Сегодня выйдут данные по ВВП Канады. Ждем, соответственно, еще один слабый отчет. Напомню, что это будет оценка за четвертый квартал. А в третьем квартале мы уже убедились в том, что экономика оказалась в такой экономической яме, потому что был зафиксирован спад снижения на 0,3%. Есть ли вероятность рецессии? Ну, конечно же, она есть. Тем более, что есть и регионный прецедент. Япония, Германия, практически еврозоны. Почему бы и Канада? Скажем так, нет прям настолько убедительных свидетельств того, что канадская экономика может легко избежать вот этой участи. Я все-таки в таких условиях предпочитаю шортить. Канадский доллар, соответственно, рост пары доллар-канадец может продолжиться. Американский фондовый рынок, S&P 500, индекс 5083, пункта, бум высоких технологий, нейронка. Это то, что толкает капитализацию компаний, даже косвенно связанных с этой темой вверх. Рост ВВП США, крепкий рынок труда, внутренний спрос. Это то, что будет способствовать улучшению показателей прибыли корпоративного сектора. И тренд остается исключительно устойчивым, восходящим. Поэтому движение выше 5100 пунктов даже вообще не вызывает никаких сомнений. Доллар иена 149.80. Вчера торговались на отметке 150.84, сейчас, по сути, на 100 пунктов ниже уже. Возможно, реакция рынка была связана, то есть укрепление иены, с выкодом данных по роничным продажам. Фактически показатель в январе вырос на 0,8%. Это лучше, чем было в декабре, когда был сфиксирован спад на 0,8%. Можно порассуждать и предположить, что индикатор роничных продаж убедил многих, либо позволил предположить, что это и есть предпосылка для усиления инфляции и, в конечном счете, для того, чтобы Банк Японии начал корректировать монетарную политику. Но маловато, друзья, одного отсчета по роничным продажам. Тем более, что следом вышел релиз по промышленному производству в Японии. И здесь спад на 7,5%. Предпосылка как раз для того, чтобы японская экономика так и осталась. Пока что в рецессии. Давайте дождемся переговоров по зарплатам в марте. Там уже будем делать выводы о том, есть ли условия для разгона инфляции. Пока что их нет. И в этой связи я сохраняю длинные позиции. И по биткоину 62 180 текущие котировки. Мы выше 60. Все долгосрочные цели уже выполнены. Поэтому я лично для себя принял позицию, что дальше искушать судьбу уже не буду. Нужно поблагодарить рынок криптовалют за тот профит, который уже был предоставлен. И, собственно, зафиксировал позицию. Если вы остаетесь в длинных позициях, по-прежнему покупайте. Пожалуйста, поделитесь вашим мнением в комментариях. Будет интересно, на что вы рассчитываете в плане целевых ожиданий. Может быть 100 тысяч или уже потенциально выше. Ну так, чтобы понять рыночное настроение с вашей стороны. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.